Проверка связи, звук, свет, наличие меня. Приветствую вас, родные мои. И для тех, кого раздражает любимки и роднульки, повторяю. Приветствую вас, роднульки и любимки. Здравствуйте. Итак, тема эфира. Ответы на ваши вопросы. Экономим время, задаем вопросы, получаем ответы, остаемся счастливыми, либо в раздумьях, но тоже счастливыми. Я даже приготовила эту лупу для чтения вопросов, в случае чего звук отличный. Благодарю, благодарствую. Добрый вечер, Киев. Брест. Здравствуй. Мои, Сонки, Узбекистан. Жарко у вас там, у нас уже холодноватенько. Я вас тоже обожаю. Звук хороший очень. Спасибо, Солнце. Так, дайте совет. Ну вот, давайте более интересные вопросы задавать, кроме тех советов, которые вы просите. Вы родились 21 апреля. У вас получается пограничное состояние между овном и тельцом. И вы прекрасно знаете, если смотрели все эфиры, я думаю, если вы ищете совет, вы смотрите всех подряд, и торологов, и нумерологов, и хирурологов, и всех остальных. Вы ищете ответ. Вы должны понимать и услышать о том, что сейчас вот этот цикл затмений, который был, он очень сильно касается овнов, весов, козерожков, ракушек. Вот. И еще полгода следующий, через полгодика тоже нас дошлифует. Поэтому вы должны понимать, это период перемен. Когда вот берут просто-напросто, вас встряхивают через сито, и вы не понимаете, где и что. На самом деле себя встряхните через сито. Вначале останутся большие камни, такие заметные. Что это будет? Боль, обиды, претензии, несправедливость мира. Потом, чуть если ниже пойдете, там уже помельче камушки. Да, вот здесь вот я не воспользовалась шансом, не сделала то-то, 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 но уже к себе претензии. А там внизу, вот самый, если конец посмотреть, там пыль будет. Так вот в этой пыли очень много ответов. Поэтому перетрясите себя заново. Вот это все. И так как дана нам такая возможность, время от времени переписывать себе сценарий жизни, переписывайте его, пишите свой новый сценарий. А то получается нечестно, знаете, как двоедные стандарты. Загадывать желание вы все хотите, отменять все контракты вы хотите, отказываться от всего этого, объявлять вселенную, что вы отказываетесь от чего-то, а ничего взамен не делаете. То есть вы в это верите, а в то, что вы можете самодостаточно, самостоятельно, по крайней мере, при помощи, советах, чьих-то таких рекомендашках, мотивашках что-то изменить в своей жизни, вы не верите. Это называется либо уже большой загруз депрессионный, или же вот этого всего свалилось, вы еще не разгребли свои завалы, либо лень, либо просто нет рядом с вами тех людей, которые могут вас пнуть. Это идеальное состояние. Если никого нет рядом, никого не надо потом благодарить. Можно тоже встать, им нужно что-то сделать в своей жизни, честное слово. Итак, дальше что у нас здесь получается. Очень рада попасть на ваш эфир. Патима, добрый день. Нужен вопрос по ситуации у мужа. Разрешиться в его сторону или забыть о потраченных деньгах? Все, что касается денег, вы должны понимать, Марина, это корысть. Деньги – это ваша выгода. Деньги – это… Вот здесь бесплатные все ответы, это то, что касается дети, здоровья, отношения, стрессовость, магичность, все, что этого касается. А это – вперед на прием. И там отвечу. Вот. В данной ситуации просто дам определенную рекомендашку. В первую очередь, посмотреть, почему он попал туда. Не с точки зрения… Это карамическая задача, и поэтому туда нет. Посмотрите, скорее всего, где-то была усыплена бительность, где-то было гипердоверие. Доверие – это как раз неуверенность в себе во многих вещах. Возможно, где-то, как это называется, стяжательство, жажда наживы. Либо «А, хрен, я здесь все знаю, потом мы сделаем, потом разберемся». Вот. Все, что касается сверхприбыли, заработков, отдавания в долг или еще какие-то решения, это все наши внутренние психологические, психоэмоциональные проблемы. А иногда, ну, как вы любите назвать, это кармические, энергетические завязки, которые, в принципе, могут очень тяжело развязываться. В данном случае вы говорите «забыть» либо что-то в этой ситуации ждать. Ждать нельзя, это обман. Вам будет это очень тяжело. Забыть, вы не можете это забыть, потому что вы будете в голове это все прокручивать, и вы вынесете себе мозг-ложечкой, ювелирно, причем вот так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и затормозите процесс своей жизни и развития дальше. Поэтому здесь нужно альтернативное решение вопроса. Кто разбирается в таро, тот понимает, что здесь выпало жрица. А это называется «вперед на консультацию». Либо активизируйте все свои жреческие способности, намедитируйте в себе правильный ответ. «Добрый вечер». Так. «Хочу встретить того самого». Ты же моя золотая. «Хочу встретить того самого». А тот самый в курсе? Вот что мы. С такой датой рождения пограничной у вас открыты все ворота и все двери. Того самого или другого самого? Я бы написала так. «Хочу встретить своего». Потому что в моменте, когда ты пишешь, энергетически создаешь этот образ того самого, у тебя уже есть образ, ты уже нарисовала. Вот знаешь, как это сделала? Фантом такой энергетический со всеми биодобавками. Чтобы цветы всегда дарил, чтобы за бабой другой не ходил. У тебя уже есть этот набор. Но говорят же, «Свизуализируйте себе точного партнера, и он у вас в вашей жизни будет». Иногда бывает так, что мы хотим чужого. Вот как другие рисуют эти образы. Потому что, закрыв глаза, и когда вы честно остаетесь сами с собой, это практически может быть целая практика на понимание, а что действительно тебе надо, а какой именно действительно тебе надо. я понимаю, что я одна, по крайней мере, мало вижу, ну не вижу того, кто бы говорил, что все рисуют образы искаженные. Когда начинает сильная женщина жаловаться, «Мне нужен только сильный мужчина», либо другая говорит, «А мне нужен только, чтобы не жадный был». Вы о чем? Вы о чем? Сила с силой, это что будет? Это же вечный бой. Здесь не о силе говорят, здесь говорят совершенно о других понятиях. И то же самое, «Мне нужен там богатый». То есть есть плюсы, есть минусы, есть баланс в данном случае. Ну, что у нас касается твоего, а не того самого, тот самый явно чужой будет чей-то. Совет от карт. Никаких опасностей у вас на пути следования к своему тому, к самому, нет. Ответ хороший. «Мне же это как называется?» А место, а ресторан, а дата, а час, а мероприятие, на котором будет, а как он будет выглядеть, а будет ли у него в руках там бумажка? А куда вы думаете? У тебя есть впечатляющая такая карта, называется «Десятка кубков», «Кубки это эмоции». Но она еще говорит, что это свадьба, праздник, банкет. То есть и на твоей улице КамАЗ с пряниками с женихами перевернется. Аккуратнее выбирай, а то, знаешь, по пыхах можешь не свое забрать. Это, конечно, очень хорошо. Но вот здесь у нас есть такая карта, опять же, выпадает жрица. Она была вот в таком положении, на твою встречу с твоим любимым. Можно сказать так, какой-то период времени ты очень много интересовалась эзотерикой. Сейчас так эзотерика называется, на самом деле это все мэйджик. Интересовалась, возможно, где-то попала под замес. Подружки могут кто-то насоветовать, кто-то там еще чего-то поднаделал. Ну, короче, ты словила энергию и стала сливным бочком. А может быть, сама была магнитом притянуть это все, и тебе казалось, что ты делаешь что-то очень хорошее. Вот, но по своей сути, как говорится, это прилипло, как жевательная резинка на чужой скамейке. Всегда говорю, не резинка виновата жевательная и не скамейка. А когда вы садились, нужно быть внимательным, куда задницу свою сажаете. Иногда надо все посмотреть, чтобы хоть чисто было. Вот, с точки зрения энергии есть определенные образы искажения, и они твои собственные, связанные с тем образом того самого мужчину, который ты хочешь видеть. У тебя образ старого твоего, ну, как бы там своего любимого там, старого образца, ну, понимаешь, это айфон там пятый у тебя, а ты хочешь на него версию 18 сделать, нового айфона. И оно не клеится. Поэтому у тебя диссонанс все время, что-то да не то получается. Поэтому пятую модель мы сдаем в архив и говорим, спасибо, такое было у нас, мы хотели, но не получили, нам не нужны вот эти, уже пятый айфон в наших реалиях не работает, поэтому и вот тот самый мой, он должен быть несколько другого апгрейда. И по-новому, по-новому ты не его создаешь, а чувствуешь себя, создаешь в плане того, что какие качества тебе не хватает, вот чтобы ты получила их там, может быть, от мужчин, чтобы у тебя было динделя. Все хорошо. В принципе, не могу сказать, что у тебя все хреново, потому что это все, оно мутабельно, изменяемо, и это очень хорошо. Так, дальше. Поревит еще раз из Бекистана, не очень жарко. Ну, клево. Как преодолеть страх, чтобы выйти на работу? Солнце мое. Ничего нету такого страшного, чтобы просто взять и выйти. Чего ты боишься? Что тебя осудят, что у тебя не получится. То есть это психологические вещи. Вы знаете, я с психологией, я ее очень уважаю. Они, в принципе, выросли на магии, на эзотерике, это психологи, да? Вот, поэтому они сделали практики через ум, который это позволяет сделать. Если есть кто-то хороший и такой, с которым можно покоммуницировать с психологом, он может убрать эти все страхи вот так, на раз. Вот. Если же у тебя есть какие-то, ну, неприятия по ходу к психологу, скоро все будете туда ходить. Вот. И будете узнавать постепенно, как это так ведьмочка вылазит из-под психолога. Не сразу, не на первом сеансе. Открываться будет позже. И потом вы уже на дипломированных психологов будете попадать в ловушки магии. Ладно, это потом, это последствия. То, что касается тебя, доведи до абсурда, до полного. Вот придешь, ты тебя обругают, обсмеют, ты облажаешься, неправильно что-то сделаешь. Все. Что дальше? Вот ты вот это все испытай заранее. Тогда тебе не будет это так страшно, что-то делать. Ну, вот по-честному. Если не будешь справляться, напиши, пожалуйста, в директ, либо на ватсап, на приемной, нужен хороший психолог. Да, не за дорого, за хорошо все решит. А если касается с точки зрения такой энергетических вещей, это чисто, как тебе сказать, такой пенок, совет могу дать, где-то с 19 по 22 число октября еще тебя вот до этого периода немножко подколбашивает. Вот как только вот это 19-22 будет число, знаешь, что сделать, просто подойди, вот там в зеркало встала, красивая костюм или что-то сделала, там я не знаю, в чем ты на работу ходишь, вот какое у тебя рабочее положение. Посмотрела на себя и сказала, вот все, что я сегодня умею, вот именно это сегодня нужно будет, на том месте работы, куда я выхожу на работу. И это будет самый топчик для той организации, где я буду находиться. Даже если через 2-3 недели ты поймешь, что ты уже выросла, тебе неинтересно, и ты поменяешь, и уже будет переапгрейд. У тебя нет никаких опасностей, кроме сомнений в самой себе. Что тебе поможет? Тебе поможет неожиданные какие-то эмоциональные поддержки. Возможно, ты придешь на эту работу или займешься какой-то работой, у тебя будет просто эмоциональное подтверждение. Это психологическая штука. Это слово эмоциональное подтверждение. Это у них я нахваталась. От того, что ты сделала правильный шаг, правильное действие. Ну то есть ты пришлась и сказала, вау, как круто, как мы тебя ждали, какая ты молодец, ты так хорошо выглядишь. То есть что-то будет приятное, что тебя укрепит. Так что бояться не надо. Честь слова, нечему. Так, дальше. Вы сегодня, как всегда, очень красивая. Благодарствую. Ну, я иногда смущаюсь. Редко. Так, Елена и Марлен. Ну, посмотрите, если я правильно понимаю года. Подождите, реально. 37-й год и 69-й, да? Что-то у меня не клеится картина мира о том, что вы спрашиваете. Ну, колоссальная такая разница. И что вас ждет? Ну, максимум вас, наверное, ждет наследство. Вот. Либо вопрос, вы неправильно там написали, потому что, ну, что-то не очень верно. Новое знакомство и любовь до гроба, сто процентов до гроба, да? Ну, здесь надо правильно состыковать что-то. Что-то я не пойму этот вопрос. Так, дальше. Говорят, для перехода надо хорошо себя вести, а может, хоть немного посплетничать с сотрудниками на работе. Ох, ёперный театр. Светлана, ну шо ж ты, все вот это... Знаете, я всегда говорю, без фанатизма. Без фанатизма. Даже в закрытой группе мы говорили, девочки, это такое иногда бывает исцеление, когда происходит процесс обсуждения сплетен, обсасывания пальчиков, каких-то там косточек. Ну, а это, как говорится, косточки помыли, это, вы понимаете, это все-таки из другой религиозной системы, и где на самом деле моют кости, складывают их. Есть такой обряд, ритуал. Понимаешь, если ты боишься сделать что-то неправильно, и если ты уже заранее себя осуждаешь за желание, которое у тебя внутри возникает, то даже великий пост, который ты держишь, ничего не ешь, ничего не пьешь, за одну мысль эту, вот это все, что ты делала, вот так херит. Херит, понятно, поставить крест. Хер. Поставить крест. Похерить, то есть остановить, сделать неверным, или же закончить. Поэтому я считаю так, лучше по-настоящему, вот как оно идет от души, с энергией, но всегда с чувством любви и юмора, и посплетничать, и поругаться, и помириться, и вот это все, это будет по-настоящему. Я за настоящесть, я за искренность. Чем, если вы будете сидеть? Конечно, Наташа, вы сегодня выглядите великолепной, но это платье восполнит. Внутри ха-ха, я сказала, что оно жирное, но я же комплимент сделала, боженька, я же по-милому это сделала. Вот, такие фокусы не проходят. Там, ну, это мы говорим, что они там, на небесах, они везде, то есть она, энергия любви, и он, бог, она. То есть кто еще поспорит со мной, что бог это не женщина, вот, мне об этом. Ваш самосуд, он внутри вас. Поэтому, если еще после этих сплетен вы не сделаете кому-то хуже, если вы никого не подставите, если от этого не случится ничего, посплетничайте. Посплетничайте, поговорите, потом скажите, выговорились, но потом нейтрализуйте эту ситуацию. Ну, то есть мы же поели, мы все такие святые, и хорошо, ну, потом же мы идем посрать. А там мы ни бабочками, ни разу никто это не делает, да? Но после этого же мы убираем, промываем, еще доместосом там что-то делаем, приводим в порядок. Вот то же самое здесь. Научитесь после себя убирать, все делать чисто, не нарушая, не оставляя это, никому другому не разрушая его жизнь. И прикрываться о том, что а если нельзя, но хочется, вот, это самообман, этим вы еще хуже делаете себе. Так, дальше. Что у нас дальше? Боже мой, почему такой шрифт маленький? Или я уже по бабушкинскому смотрю? Нынешнее время, это время начала апокалипсиса по Библии. Если судить, читать Библию, это у меня как настольная книга, есть и апокалипсис, и Библия, и Коран, и Тора, у меня все книги. Знаете, вот так их раскладываю иногда и смотрю, ребятки, какие у нас все шутники. Если смотреть хронологически, потому что там написано, это уже пять раз было апокалипсис. То есть это уже было. Каждый период времени, вот на любом этапе, это уже было. А как следствие, если это было, повторяется несколько раз, то это значит тоже будет. Но надо понимать, что такое. Я как-то года два назад начала писать понятие расшифровка апокалипсис и этот, как его там, ой, еще один этот, вот, на эту тему статью хотела написать, потом думаю, да ладно, и так люди разберутся. Не хотят некоторые образовываться на эту тему. Поэтому то, что началось всегда, это нормальное состояние того, что происходит. Возможно, если кому-то интересно, что это Библия, это Ивангу сюда приписывают, то, что море, это реки станут кровавыми, всеми остальными. Это описание событий, которые происходят в принципе всегда. И это происходит только из-за нашего человеческого тупизма. Из-за того, что сейчас есть, это все производные наши мысли, слов, действий того, что делаем мы на земле. И поэтому все движется по тому сценарию, по тому плану, который четко выполняется. Не надо бояться. Если будет апокалипсис, никого здесь не будет. Вот именно тот, о котором вы думаете, о котором там все говорят, что спасти что можно? Ну, спасать можно там душу, ну, еще что-то. Поэтому бояться не надо. Либо это всех захватит, и уже не будет разницы, и не будет важно, что и как. Либо все, что происходит, это происходит локально. Тема религиозная лучше не затрагивать, а тем более в открытых эфирах. И если кто-то вам будет сейчас цитировать и говорить то или иное прочтение, это будет их личная интерпретация понимания того, что есть. Либо констатация того, что там написано тем или иным там переводом. Переводом, да. Сейчас, секундочку, извините. Слушаю. Слушаю. Как они задолбали. Вот. Тюлевые звонки. Дальше. Здравствуйте. Добрый вечер. Можно совет. Реально плохо видно. Еще раз говорю. Так. Наташа. И циферки какие-то. Совет. Хорошо. Совет. Самый большой совет, который можно тебе дать, это совет вспомнить все то, что есть у тебя в голове. То структурированное и хорошее, которое ты просто немножко забыла. Ведь на самом деле за советом всегда приходили к тебе. И у тебя спрашивали, что и как делать. Ты могла быть чуть ли не тайным таким руководителем любой. Хоть домашней организации, хоть подружек, хоть работы. Просто у тебя сейчас наступило время, когда из тени ты выходишь. И легче гораздо кому-то помогать и кого-то делать значимым, нежели это сделать себе. А у тебя как раз вопрос в том, чтобы себя начать проявлять. И совет тебе, самое главное, вспомнишь все, что ты делал и говорил для других, четко переориентируй и сделай для себя. И у тебя это получится. Все советы другим для себя. Добрый вечер. Добрый вечер. Как изменится, чтобы встретить мужчину для отношений? Бог ты мой. 15 октября. Как измениться? Иногда не надо меняться. Иногда нужно принять то, что у тебя есть. Иногда нужно просто перестать сопротивляться. Сопротивляться себе, людям, своим эмоциям, своим каким-то нежеланием. Либо когда идет форма насилия, что-то вы делаете из-за того, что надо, либо так будет правильно, нужно немножко потерпеть. Для всего нужен определенный период времени. Это когда мы растем, тогда актуально это все. не надо идти на любимую работу, хочу, буду работать на любимую работу, иногда надо идти на нелюбимую работу, чтобы просто накопить опыта. Но мы с вами ровесницы. Поэтому в данном случае уже наш опыт, возраст и вариации немножко по-другому корректируют наши советы и рекомендашки. Одно рекомендую очень важное не переусердствуйтесь с ритуаликой и магией, потому что скорость очень большая у вас на получение какого-то результата. Иногда мысли сегодня это, завтра это, вчера то, то есть мысли очень сильно меняются, а вы и тут захватили, и тут захватили, и это мое на следующий день, и это мое, и вы перегружаете себя всеми вот этими, это все мое, ну да, это ваше, вчера вы так думали, завтра, это ваши мысли, это ваши желания, но они уже бывают вчерашние, поэтому все, что касается, если это делается на форме ритуалики, то есть сегодня это я сделала, завтра вот это сделала, через левую ногу пятым глазом плюнула, вот какие-то ритуалики, именно это имею ввиду, много наделали, камни, а вот это занятие ваше, как камни на ноги свешиваются, и ощущение, что вы передвигаете мешок по 50 килограмм на каждой ноге, вот это может быть, если вы хотите изменить, с этим разобраться, вот. Интересная картина такая получается. я же на любой один вопрос могу очень много отвечать, чтобы даже ответы были другим людям. Здесь смотри, есть такой момент интересный, ты не раз пыталась что-то изменить, ты не раз пыталась уже подстраиваться под других людей, а в какой-то момент тебе это было интересно, и ты очень сильно увлекалась, но наполнившись немножко, пожив немножко в этом, все это тебе надоедало, ты хотела это все сбросить, и сказать, все, нафиг, и потом начинала уничтожать, уничтожать и эмоцию этих людей, и в лицо просто, ты не могла понять сама, не за то, что это такое говно, а ты просто не могла понять, что с тобой происходит, а тебе просто уже было неинтересно, а ты уже устала выполнять ту роль, которую ты на себя надела, ну, то есть, что я хорошая, я хочу замуж, я такая вся улыбака, у меня все хорошо, нет, просто наступает время, когда проявляется настоящесть, твоя суть, и она тебе говорит, и это, это временно, а вот многое временно в своей жизни это делала постоянно, но в принципе, в принципе, убрать излишнюю даже молитвенность, то есть, слишком много, иногда, когда кажется людям, что они молятся каждый день на завтрак, на обед, на ужин, все, есть обед, есть определенные правила, вот намаз читает пять раз здесь, это одно, но если люди каждое утро встают и молятся на протяжении нескольких лет, дайте мне моего мужика, дайте, я хочу быть счастливой и все остальное, я всегда говорю одно и то же, если вы говорите вселенной обращайтесь, к Богу обращайтесь, ни вселенная не дура, ни Бог не дурак, но неужели они за эти годы одно и то же, что вы делаете, не слышат, ничего не меняют, но еще надо хотя бы форму изменить, моя молитва и прощения, излишнюю ритуальку убрать и открыть, пожалуйста, себя, выйти куда-то, вам надо выйти куда-то, по крайней мере, новости не могу дойти на эфир, я не понимаю пока, как написано, как вы относитесь к тому, что многие советуют проработать папу и маму, ну, в смысле, это как надо, что сделать, проработать, на мясо их пустить, нафаршировать, глупцы не очень люблю, ну, можно перчики попробовать, да, ни маму, ни папу прорабатывать не надо, вот они те, которые есть, достались, вы достались им, вот они самое большое, что сделали, динзеля в 5 минут удовольствия либо неудовольствия получились, биологически вы срослись, все, они дали вам жизнь, уже за это спасибо им, какую, неважно, модное слово травмы, детство, я не знаю тогда, что назвать у меня, ну, ладно, что такое проработка, вот это слово опошили, все обесценили, прорабатывать не надо, можно любить, понять, понять, и если у вас есть какая-то боль, либо простить, понять, просить вы сможете, когда вы поймете, тогда не будет нужды в прощении, когда вы поймете, почему было так или так, и это один момент, и следующее, я не понимаю физиологически, что вы вкладываете в понятие проработать маму и папу, вы можете маму проработать, родив ребенка, будьте мамой, если папой хотите быть, вы тоже можете проработать, и станьте папой ребенку, я понимаю, я стебусь сейчас, для многих это может быть оскорбительно, либо для многих это будет сейчас такое стрессовое, вы потратили столько денег или потратили столько времени для того, чтобы их простить или их забыть, или же там наоборот их проработать, не надо этого делать, просто полюбите их, они сделали все, что могли сделать в своей жизни, по-другому они не могли с вами поступить, либо дали то, что они могли это в это время сделать, у них тоже, они такие же, как и вы, были молодые, у них не хватало времени на секс, у них не хватало времени на общение, у них были свои проблемы и тараканы, те, которые у вас сейчас есть, у них были свои родители которые чего-то их не научили не дали не было и не обязаны были они этого делать вот сейчас чем вы можете проработать на себе закончите проблему то что вам не нравилось по отношению к вам как вели себя родители не поступайте по отношению к себе и к своим детям возможно если это вас успокоит и если это будет вам необходимо и нужно максимум что вы можете сделать один раз если делать родовое исцеление это когда вы можете просто поблагодарить это ваша это вот для вас внутри в вашей голове у вас будет сознание которое закинет в подсознание то что вы сделали какую-то работу знаете вклад свою рот не в рот а в роду вот что вы их поблагодарили за то что это было всегда помните у две стороны одной медали я всегда это говорила и буду это в каждом эфире кто это смотрит если вы берете силу рода хотите взять понты рода берите и проблемы рода тогда будет честно если вы хотите сейчас их простить проработать а вот то что мама делала 10 абортов папа буха убил вот это все вам нужно вот это все вспоминать чем больше вы вы это выковыривать чем больше вы его так это все расставляете около себя рисуете смотрите их говно по отношению к вам их бы свои называете это родовыми травмами с детскими своими тем больше вы что делаете уделяйте сюда внимание вы это обсасываете вы это запоминаете это все уходит к вам на подкорку на энергетическом уровне это все записывается в осознанном возрасте вы это делаете это как план жизни записали а где внимание там энергия где энергия там происходит действия где здесь и всегда будет результат но у вас же не результат вы же не пишите о том что там или не вспоминаете мама меня родила я первый вдох сделал это классно круто там не родители охерительно нет вы же травмы разве разбираете ли там более или то что они там хернёй занимались и получается вы закинули это все в свой багажник галочку поставили я проработала маму и папу я прикалываюсь моя как мама моя мама будет прорабатывать своих мам и папу и там бабушек и дедушек поржут они все над ней оттуда или оттуда глядя я не знаю кто куда из них попал вот и дальше у нас получается такая картина вы это запомните вы поставите себе галочку вы сделаете себе медальчику повести а потом вот это все вы же будьте если там с родителями встречаться или еще что-то как ты себе ведешь я же тебя проработала я за тебя молилась я за тебя это дело у вас будет претензия и вот отсюда будет выскакивать вот эти все ваши действия которые вы делали охрененные для них они вас не просили вот для них это делать а потом начинается картина на эмоциях на ваших нынешних отношениях взаимоотношениях еще и усугубляется есть такое понятие психологии ложные воспоминания есть воспоминания которые вы дорисовываете через эмоционально за конфликт эмоциональное состояние буду говорить из-за того что там мама вам на вас наследство не записала или мама вас не понимает не принимает и вы будете рисовать другие ужастики у себя поэтому иногда лучше и враг хорошего максимум что можно сделать есть а даты традиции убеждения или принципы вот мы устои можно сказать семьи которые незыблемы уважение к старшим помощь родителям разумная разумная помощь родителям это знать что их нужно похоронить если они нуждаются покормить сделать определенные человеческие вещи и они никаким образом еще даже сюда не касается мама папа там родовые программы это человеческий фактор а еще и научить своих детей они говорит своим детям мой отец бухал он меня бил а я поднялась в этой жизни красавица такая что дети запомнить то что вы поднялись а то что у вас был отец там их дедушка их дедушка вас бил и все остальное а это на подкорке остается и дети дети но я наверное такой неудача потому что мне дедушка бухал то есть следите за за тем что вы думаете что вы делать особенно когда вы это рассказываете или разговариваете с детьми это большая тема я могу вам на все плюсы сказать этого всего все минусы вот так все перетрясти но главная моя задача в любом случае будет вот так вот вскройте себя и посмотрите что вы на самом деле чувствуете чувствуйте по отношению к своим родителям и на хрена вам туда лезть что это вам да что вы почувствуете в их учу уничтожить и сотрете можете поменять фамилию можете отказаться для чего вы это делаете так морду лица я могу увеличить а вот этой блин так леночка надо будет настроить чтобы не шрифт был хоть на пол лица большой и смогу мне бабуля подозрение чтобы более соседка колдует на нас может это да бывает такое возрастные женщины они находятся иногда в стадии определенного такого они особенно те которые выросли в деревнях они вы жили со знахарями они жили с целителями бао виденными колдушками когда еще были популярны скот закормить там корову убить зависть и все остальное и у них остается даже когда они переезжают города особенно вот очень возрастные у них остается эта ситуация что кто-то что-то где-то как-то им там плохо желает квартиру них забрать хотят и они что вспоминает свое детство молодость как их бабушки их мама этим занимались а сейчас особенно тенденция после к видно и она очень сильно изменила состояние психики помните кто читал у меня статья была несколько лет назад я писала что будет первую очередь нарушаться восприятие реальности это нарушение нервной системы и вот большое количество обращение которое бывает возрастных людей ко мне это бывает за мной кто-то следит у меня дома кто-то ходит у меня кто-то украл оливчик у меня я в диван убирал документы на квартиру они пропали кто-то ко мне все время лезет и вот это у них парноидальное такое состояние я не могу и сказать и 85 лет тебе нужно может быть психиатром поговорить почему потому что еще и опасный отправить к психиатру потому что одинокие люди они как мясо становится для них и приходится делать определенные практики выводить ее в другое состояние и создавать ей другую картину мира для того чтобы она успокаивалась и какой-то период времени находилась в адекватности без страха проживала свою жизнь другие же более злые такие которые были по жизни злые там например у подружек мужей отбивали отшивали вот они очень часто тоже делают разные подклады под коврики закидывают начитались они насмотрелись опять семёновые там но везде сейчас это доступно а мало того у нас развлекательный канал на тнд он очень много особенно сейчас таких спорок в жарах показывает эти картинки и они придумывают себе на впечатлениях рисуют что они все великие начинают делать такие гадости а если они это делают дилетантским со своим способом ничего страшного кроме того что они вам портят настроение и общую картину так гигиены мира вот дилетантским образом а если это уж как говорится профессионально что-то делается ну поверьте надо искать уже в таком случае профессионала который в этом разберется все зависит от вашего восприятия того что они делают вот в вашем случае вашем случае это ложная история того что энергетически вы получаете разрушение однозначно это ложное но нервную систему портит эмоциональность вашу портит вы уже устали от этой всей ситуации а она вот находится у нее есть какой-то образ врага вот либо вашей семье либо там в доме и она приняла почему-то это врага это какой-то мужчина и мало того если вы даже ее спросите она есть и она скажет что ко мне приходит образ мужчины и он не говорит правду и рассказывает что вы мне делаете плохо или хорошо в данном случае на конфликт не идти все что вот она там делает или где-то там колбуют или еще что-то для вашего собственного спокойствия спокойно сделать ледяная вода там есть 10 литров не будете делать это раньше же как 10 литровой ведро воды по пачке полкилограмма соли мешали все это делать уменьшим дозировки меньше просто это делать и гигиени гигиенично будет точно и психологически вы будете успокоены сами собой для вас это играет только психоэмоциональная раздрай вносит но чем больше вы натыкаетесь на этот психоэмоциональная раздрай уже иногда хочется уже что-то сделать и тогда получается что целостность рвется изнутри и вы включаете уже так называемая самопорчу изнутри это разъедает вас вот так это может быть как это как это работает а как не работает так нужен совет 0809 71 кажется там совет совет от карта мне от себя совет от карт потрясающие чтобы вы не начали делать вам нужно делать определенные действия не в голове в своей быть победителем тех каких-то мышлений своих а в реальных действиях опасности с одной стороны нет но я бы вам рекомендовала вы смотрите и хотите какие-то действия и результат вот прямо да там вы уже были вы просто хотите что-то на старом поприще доказать вот чуть-чуть вот так вот сделать там интереснее пример приведу следующий я докажу я лучше всех раньше продавала постельное белье у меня получалось это круто чем у кого-либо я буду сейчас продавать это постельное белье а вы уже понимаете что у вас вокруг вас конкурентов много которым занимаются мало того они впихивают самые бракованные вещи но они на харизме это дело по современному у них есть какие такие моменты поэтому в данном случае в данном случае вы в прошлое не вернете вы не станете в в этой раз не удержали вес поднять одно удержать надо не удержали и вас уже начинает дербанить потому что на вас ориентировались возможно и это нравилось я пример привожу просто на общей ситуации поэтому чуть-чуть сдвигаетесь немножко другое направление смотрите вы обязательно идете то что нужно но там где нужно бороться не бори вам не нужно бороться сын владимир 97 года диагноз некроз головки бедренной кости совет а но в данном случае это конечно однозначно медицина но в данном случае еще медики должны были порекомендовать замена сустава потому что нужно понять откуда этот некроз и как он там взялся была ли открытая форма либо это внутреннее некрозирование за счет определенных состояния произошло первое второе я вам немножко другое скажу у вас ребенок немножко так если взять он имеет характер характер но он проявляет в уни там где надо иногда может уходить в эмоциональную обидчивость претензиозность и получается как будто бы у него не хватило знаете это как называется поддержки поддержки семьи не мама папа вопрос семьи какой-то может быть родных или коллектива вот так и там произошел вот такой возможный это знаете иногда бывает так разные разного рода мы получаем раны рана из внешнего мера кому как ранение вот и они когда бабушки нам родители нам говорят вот если ты сейчас следи за здоровьем потом когда постареешь будет поздно вот все будет сейчас 80 лет а я в 20 лет ногу сломала сейчас там где сломала болит вот здесь обратитесь это должен быть мужчина это возможно все что касается я не знаю какой вы совет от меня хотите если брать с точки зрения магии если взять с точки зрения энергии энергия может дать только состояние духа состояние внутреннего санастроя может укрепить вот это знать вызов кинуть сопротивление энергоум иммунитет усилить и увеличить его дать возможность условиям создаться таким чтобы любое лечение и манипуляции врачей были идеальными лучшими полезными а здесь получается так какая-то ошибка либо непринятый правильно поступательный как это назвать там план действий либо решение задержка или оттянутость решения выйдет выкарабкаться из этой ситуации но если я правильно поняла у нас еще и весенок и сейчас как раз тот период времени когда нужно знаете как называется посмотреть на себя другими глазами на все то что он несмотря на свою молодую жизнь прожил он изменил в какой-то короткий период времени мнение о себе и о жизни и о людях которые есть внутренне прожившие и и поэтому он выбрал направление оно немножко неверное вот здесь в голове попробуем чуть-чуть а там посмотрим врачи обязательно нужны потому что вот так вот как по избилистой дорожке сейчас там идут принятия решения много не могу говорить так добрый вечер совет по работе очень много завистников дайте совет ну солнце мое ну куда мы без них это же батарейки это же мы же мы же все делаем для того чтобы нам завидовали я когда ко мне приходит раньше часто нет приходит женщина у нее там пенсия семнадцать тысяч рублей загашники у них всегда большие поверьте мне очень большие они где-то еще где-то имеют эти возможности в юбке семидесятых годов ну реально такие да самой там лет под 60 приходит такая дочь а ты знаешь мне завидуют мне всю жизнь завидовала я говорю скажи пожалуйста вот я лично знаю что ты живешь в общем дворе в общем дворе у тебя 20 квадратов кухня со спальней ты живешь одна чему тебе завидуют вот завидуют мне подклад делают вот делать больше нечего даже завидовать вот если бы она сказала меня ненавидят за то что у меня 50 кошек по общему двору бегает вот это другой вопрос так совет по работе никакой опасности на работе я в данном случае не вижу у вас были какие-то события рабочие но они уже давно прошли возможно вам нужно выстроить взаимодействие с двумя людьми мужского пола один штук младше вас и женщина возможно ровесница при этом все если вы правильно все выровняете у вас даже на работе будут улучшения по финансам но это скорее всего не к вам вот это зависть и какие-то претензии там есть отдельные объекты субъекты которые варятся в этом всем и воют каждый раз там на луну но вас лично это не касается ну вы просто находитесь в этом месте где вам приходится вдыхать ароматы когда они зелья варят для себя или для других ну я вот постаралась максимально ответить вам на этот вопрос у троих детей в детстве был рахит и в дальнейшем иногда болит нога в области пятки и косточки какая может быть причина знаете не то же самое можно сказать просто рахит это была одна из основных тем еще 87-89 год когда мы сдавали даже экзамены медучилища на эту тему если у вас было длительное лечение если у вас уже была корректировка костного аппарата то тогда могут быть какие-то у вас сейчас мысли о том что что-то болит это может быть и детская память это может быть и физиологические какие-то особенности стрессовости иногда бывает так что после коррекции даже коррекцию которую бы не делали человеку и он пережил стресс и в этот момент стресса выходя из него он начинает вести себя ходить и делать так как у него было до того как он получил эту коррекцию то есть даже он ведет себя как до операции это я сейчас другой пример перевожу и здесь тоже самое может быть ваши переживания и детские какие-то переживания если они помнят потому что это детская форма рахита у них даже памяти на эту тему может и не быть возможно там есть другие какие-то истории с которыми нужно про проанализировать посмотреть это и биохимию крови и другие немножко история но не как само заболевание рахит если только отяжеление и последствия уже когда вы делали другие манипуляции помимо того чтобы остановить его какая может быть причина рахита но причина рахита это классика жанра и здесь она как раз не обсуждать если с точки зрения энергии брать то опять же это очень долго у меня уйдет для того чтобы вам объяснить так чтобы вы не навязали себе лишнее но поняли что что есть на самом деле в данном случае какая может быть причина она в вашем случае никак не решит относительно рахита но то что у ноги вы говорите у троих детей болят здесь я бы проверила все-таки если не сложно сосудистую систему сосудистую или все что касается вот если я как вижу но соединительную может быть это даже сухожилие осанка поясничная крестцовая вот зона и сосуды потому что здесь что-то связано с сосудами я конечно экспресс это все делаю но нужно посмотреть и есть какое-то у детей какая-то форма ощущение давления давление может быть от родителей может быть это обстоятельств но опять же с этим можно будет разобраться катастрофы я здесь не вижу здесь так чтобы сказать что вау вот то что касается некроза берцово бедренные там кости да получается там нужно очень быстро принимать решение у вас не вижу очень болят стопы пятки когда хожу на когда хожу не болят когда стою сразу больно можно совет что с этим делать какой такой то у нас там получается 90 татьяна татьяна это знаешь какая как говорится это все твоя в движении жизнь это про тебя чтобы ни на секунду не останавливалась все время было в действии в движении все остальное смотри когда происходит давай вот представим приходит происходит какая-то остановка да внутри себя здесь мы не берем программы психологические что ты боишься куда-то не успеть ты боишься остановиться в развитии несоответствия обществу профессии всему остальному мы психологию психосоматику в данном случае мы не берем да это все нужно четко индивидуально смотреть и разбирать и даже с точки зрения энергии мы теперь мы дарим другой момент давай возьму физиологию если ты двигаешься у тебя что-то в движении происходит у тебя боли нет вот когда ты останавливаешься то что-то происходит механическое где-то что-то заклинивает где-то что-то укорачивается какая-то мышца какой-то сухожилие начинает натягивать в момент движения у тебя происходит то что нигде ничего не натягивает ни еще процесс движения это работа мозга который заставляет двигаться это же нужно думать о том как ты будешь ходить и не включает функционал в момент стопора на остановке у нас как бы хоп все замирает и вот здесь мы чувствуем все эти натяжения остеопатия очень хорошо помогает правильные правильные медицинские обследования массажа физиотерапии они но я не буду играть за мрт за мрт чтобы проверять это делают медики если не из чистой медицины то остеопатия очень четко может выровнять меридианную систему и показать тебе что и как делать а то что касается психология и психосоматики точки зрения энергии я тебе уже дала намеки покопайся там добрый вечер пожалуйста совет табора или дома пожалуйста совет табора или табора табора или дом ларис даже я со своим пытливым умом пока не могу сообразить что что ты имела в виду честно так добрый вечер можно совет на развитие своего проекта кристина нет советов необходимо может быть какая-то поддержка если у тебя есть проект это уже круто это уже классно это уже хорошо значит тебе нужно либо вот просто поддержка может быть пиночек как я говорю совет это знаешь как сюда ходи сюда не ходи тихо ладно сейчас посмотрим на реализацию твоего проекта смотри у тебя есть состояние что что то не так состояние эмоциональной ошибки то есть ты эмоционально можешь ошибнуться если ты в эмоциях в алкоголе будешь принимать все никому не рассказываю либо наоборот всем отдаю или еще в эмоциях любое решение оно будет неправильным понятно могут возникать состояние страха что кто-то мешает кто-то там хочет пьездить этот палки в колеса сует и все остальное это твое знаешь я раньше тоже очень сильно переживала ты готовишь продукт ты что-то делаешь какой-то проект очень важный и ты понимаешь что что тебе не хватает иногда ресурсов не хватает иногда и поддержки команды людей чтобы сделать вот ту гениальность которую ты там придумала и всегда есть страх что его либо украдут либо обесценят либо она не дойдет до какого-то финала либо не понравится не оценит так правильно да я тебе хочу сказать и на собственном опыте и с точки зрения того что я вижу здесь и энергии научись правильно восстанавливаться вовремя ложиться спать вовремя просыпаться сохранять режим и баланс чтобы удержать и решить весь свой проект насиловать себя не надо лучше не будешь хуже если надо будет сделают вот доверяй своей интуиции четко правильно иди в ритме дыши правильно весь свой проект тогда ты это сделаешь максимально максимально эффект как это называется эффективный правильным полезным будет то что ты делаешь а на износ себя вот я понимаю что это в одну ухо влетело тебе в другое вылетело потому что так как же так это же вот надо вот что-то делать и еще если ты надеешься на какого-то мужчину полностью который тебе вот еще проект там не сделала но тебе сказали вот деньги дамы и поговорю с кем-то или еще что-то постарайся вот здесь это и понимать да это круто если это будет это сверхприбыль это сверхбонус но твой проект он в том есть и есть твой проект который ты делаешь рассчитываем немножко на себя веди как совет правильно бумаги и документы в этом всем юридически чистые должны быть все бумажки вот у нас когда меня спрашивали вот лерочка молодец ты говорила что у него будут юридические претензии я горит не говорила то меня спрашивали вот она была на проекте там выжить где-то в африке в джунглях и у них все заплатили у них все хорошо я говорю я понимаю и вы меня спросили за какую-то девочку у этой девочки вижу слезы и ограничения перемещения поэтому весь процесс который вы сказали он еще не завершён глубоко еще не завершён и когда участвует случилось с этой девочкой валерии да кажется чикалиной чикалиной я правильно сказала вот они мне звонят об этом более но ты была про я не хочу быть правой или неправой есть определенные обстоятельства с которой каждый проживает так дальше так почему-то опять эти соседки колдует опять одни и те же вопросы надежда способность невозможно открыть можно себя только открыть я сегодня писала в ответах можно себя развить можно себя раскрыть можно себя чему-то учить а способности ну вот как бы улучшай зингу не помню они просто они вылазят то есть они вот выходят из вас а ваша задача иметь такой ум такое тело чтобы когда это выходило вы могли это объяснить маял того могли это сделать руками вот на роду написано у человека он может поднимать там например штангу да он может это делать у него на роду написано у него все одаренные может быть были а может быть он самородок родился который но если он не начнет ходить в спортзал и тренироваться вот этот дар уникальность она через него не откроется она вместе с ним сдохнет и похоронят вот поэтому не сам дар этой способности открываются они есть вы создаете с собой своим телом своим мышлением своим намерением возможность раскрыться тем даром которые есть у вас поэтому пожалуйста но только не переборщите иногда не надо вот этих дополнительных со всех сторон ограничений чужих опытов вы можете погасить то что есть у вас делать это по-человечески по-людски по вот по-настоящему иногда без всякого антуража я вижу что у тебя у меня интуиция говорит там у тебя на левой пятке притч на жопе это не то вот не надо вот это все артистичности не надо этих антуража которые вы видите по телевизору она же просто создаете не сопротивляйтесь этому пусть она идет и люди люди вам будут отдавать ответную реакцию иногда лучше сами где-то уезжайте путешествовать и находитесь в каких-то местах которые вам дадут создадут не места силы а вот вы уехали куда-то у вас сразу мозги отключились бы там не занимаемся домом не занимаемся у нас есть отмазка мы поехали в какое-то путешествие либо нам срочно понадобилось съездить перри осла в залезке там святое место на самом деле вы оторвались от дома вы уехали побыли сами собой чувствуете ой это моя ножка это мой пальчик пирожки хочу никто не видит можно пирожки поесть в монастырской трапезной вы позволяете себе в этом в этих поездках к местам силы позволяйте быть собой и поэтому это место для вас будет местом силы потому что вы там не обращайте внимание на кого а просто по-настоящему живете и дышите и вас часто тянет потому что вас там нет ограничений не сознанием не общества делайте время от времени дороги следите за своей нервной системой и посмотрите на себя глазами в ваших близких либо соседей либо знакомых либо чужих людей и тогда у вас все получится верьте в себе верьте тому что вы здесь у вас происходит там все по-настоящему любите люлю хочу пойти учиться не могу понять кем я хочу стать 1 воспитываю дочку инвалидов будущем получится ли переехать мегаполис ради дочери ради дочери иногда мегаполис такая дорогая штука что если только у вас будет возможность получить и социальные льготы они могут быть выше чем в регионе и для того чтобы здесь была какая-то адаптация с учетом того что очень много разных центров которые дают реабилитацию но государственные центры по реабилитации заполнены достаточно серьезно и иногда в регионах бывает кого-то больше там нужно искать местных чиновников с которыми можно договариваться а здесь все перено переходит больше на частные центры и достаточно дорогая история но то что касается вот переехать мегаполис да у вас такие возможности будут случае необходимости востребованности в первую очередь вас по 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 специальности или еще почему то я не вижу у вас каких-либо ограничений это сделать на кого учиться я тоже не могу вам сказать потому что любое действие которое за который вы будете браться и социально адаптировать его связи с со своим ребенком из востребованностью вы будете четко попадать туда куда необходимо и какая форма это обучение будет здесь она будет даже не одна возможно одно второе для каких-то бумажек но у каких-то необходимости поэтому вперед из песни всех я люблю целлюлю обнимашь ничего все пошел да и всем спасибо завтра руслан день рождения малыша у нас четыре года получая все ваши поздравлялки все для руслана так что от меня я трусикова большое большое спасибо люблю целлюлю вот чую еще да еще я успею выйти в прямой эфир